Дорогие друзья! Дорогие друзья! Итак, мы вчера положили основание. О чем мы вчера рассуждали? О важности молитвы, о важности того, чтобы верующие люди не делали какие-то второстепенные вещи, но уделяли приоритет самому главному. Действительно, молитва – это дыхание, это диалог с Богом, мы говорили. Если хочешь… Помолиться, не надо спать, потому что все пройдет. Если хочешь помолиться, ляжешь, поспи, и так пройдет, да? И все пройдет. И все пройдет. Все желание пройдет. Мы говорили о том, что действительно иногда странно о том, что надо вдохновлять верующего человека молиться. Потому что на самом деле все, что в нашей жизни есть на сегодняшний день – это то, что мы вымолили у Бога. Это то, что мы противостояли дьяволу твердой веры. Он убежал десятой дорогой от нас, и мы получили то, о чем мы молились. И это сегодня, к сожалению, знаете, такая трагедия в теле Христовом. Я не хочу обобщать всех, но большинство людей заняты суетой, какие-то вещи, которые, знаете, просто умоляют важность молитвенной жизни в жизни любого из нас. Поэтому мы хотим сегодня возгреть этот важнейший момент в сердцах людей, чтобы они почаще встречались с Богом. И у меня сегодня вот такое продолжение небольшое. Псалом Давида, 54-й псалом. Мы говорили, что практически каждый псалом… 54-й псалом и 54-й глава. Да, псалом 54. Говорили о том, что Давид проходил очень много сложных, стесненных обстоятельств жизни, ситуаций, где рождались эти драгоценные истины. Мы говорили о том, что в 55-м псалме, что «когда я взываю к Богу, враги мои обращаются назад». Это потрясающая подсказка для нас, если у вас есть враги, болезни, финансы, я не имею в виду людей, но если есть стесненные обстоятельства, молитесь Богу, враги ваши уйдут, отступят, не устоят перед вами. Но в 54-м псалме, вот здесь еще одна подсказка, Давид также перечисляет те трудности, с которыми ему приходится в жизни проходить. Но он говорит, я же взываю к Господу, это 54-17. «И Господь спасет меня, он знает, что Бог отреагирует на мою молитву». И вот 18-й стих, потрясающий, пастор Максим, «Вечером, утром, в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой и избавит душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущих». Смотрите, вечером, утром и днем, как минимум три раза в день, этот Божий человек оставлял все самое земное, суетное и уделял внимание Богу. То есть нет правильного времени, чтобы молиться вечером, и утром, и днем. Я думаю, что это хорошая подсказка, потому что когда ты давишься бутербродом, убегая на работу, и в это время еще молишься, как бы, как бы. Но это не молитва, это не молитва, это как бы иллюзия молитвы. Я думаю, что нам надо сегодня действительно, просыпаясь утром, не поклоняться Богу интернета, через социальные сети узнавать, что там обо мне написали, кто там на меня пролайковал. Самое ужасное, что никто ничего не написал. Да, тебе кажется, что все, весь мир интернета о тебе гудит. Главное, чтобы Бог лайкнул. Да, и вот чтобы Бог поставил свой лайк, это начинать день с молитвы, и днем также, не просто хорошая физическая пища, но удели внимание Богу. И, конечно, вечером, благодари за весь прожитый день, за все победы, за всю его заботу, безопасность, милость, которую он оказывает тебе на протяжении всего твоего дня. Да, поэтому это очень важно. Так, ну что, поехали. Мы также с вами говорили о молитве, что это не только обращение к Богу, это иногда разговор с горой. Мы иногда с горой говорим. И это не то, что... Некоторые думают, что молитва — это только с Богом разговаривать. Молитва — это действие в духовном мире. Аминь. То есть, это не только просьбы, это не только дай, 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 подай. Молитва — это, может быть, разговор с дьяволом, приказ дьяволу, молитвенный приказ дьяволу. Молитва — это то, что ты запускаешь в духовный мир. Давайте откроем Новый Завет, послание к Ефесянам. Некоторые ударения ставят Ефесянам, но как бы правильно мне подсказали Ефесянам по-русски. Аминь. Я не знаю, как у вас в Украине, но... То же самое. То же самое. Ефесянам. Итак, здесь сказано о всеоружии Божьем. С тринадцатого стиха. Для сего, даже можно выше, глава шестая, глава шестая и с одиннадцатого стиха. Глава шестая и с одиннадцатого стиха. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Аминь. Козни — это стратегии атаки нападения. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Другими словами, у нас идет работа. Наша война не против человечишек, а против бесяр. Всех там разных рангов. Для этого тринадцатый стих. Примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, в день атаки. И все преодолевшие устоять. Поэтому вот оно уже. Встаньте. Первое. Встать. Припаясь в чрезла вашей истины. Облегчить броню праведности. Одеться в броню праведности. Обув ноги в готовность благовестовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукава. И шлем спасения возьмите. Меч духовный, который есть Слово Божие. Вы знаете, вот эти все оружия. Пояс истины. Броня праведности. Обувь готовности благовестовать мир. Вы знаете, я вот вчера пришел в магазин, смотрел башмаки для велосипеда, чтобы ездить на велосипеде. Оказывается, там есть целая наука. Башмаки велосипедные, у них должна быть твердая подошва, если правильно, чтобы нога не сгибалась, когда вы крутите педаль. И он говорит, без этой подошвы вы не сможете ездить. Я говорю, ну я как-то без нее езжу. Он говорит, ну у вас ноги болят. Я говорю, ну да, болят. Он говорит, ну потому что вы не с той обуви ездите. Мы не с той обуви обулись. И я так подумал, что да, иногда христиане в тапочках выходят на войну и думают, что вот я в тапочках все преодолею. В шестнадцатых патчах всего возьмите щит, больше всего щит веры, которым можете остановить все атаки. Кстати, все оружия защищающиеся. Броня, пояс, обувь, щит, шлем. В семнадцатых шлем спасения возьмите. И последнее оружие нападения. Меч духовный, который есть, Слово Божие. И дальше. Вот теперь начинается дальше. Всякую. Что значит всякую? Всякую. Разную. Индивидуальной, коллегиальной, ночной, дневной, обеденной. Просительной, восхвалительной, агрессивной, нежной. Любой молитвою. Всякую молитву и прошением. В прошении молитесь во всякое время духом. Не плотью. Старайтесь о всем самым, со всяким постояться и молением о всех святых. Вот этот стих, он подсказывает, что вот ты теперь весь вооруженный, весь такой одетый. Башмаки у тебя правильные. Шлем, пояс, броня, щит. Все у тебя одето. Ты весь такой упакованный. И меч у тебя духовный. И вот он говорит, ну все, поехали. А что, поехали? Молись. Мне кажется, что этот 18 стих, он как бы охарактеризовывает, описывает копье. Если перечислять меч, броня, шлем. А мы запускаем. Молитва – это копье, которым можно держать врага на расстоянии. Понимаете? То есть это вот просто Павел как бы не уточняет, именно охарактеризовывая эти все вещи. Но это, как у римского воина, всегда есть щит, меч. Но иногда солдаты, особенно первой линии на передовой, они идут с копьями. Идут с копьями. Для чего? Потому что, когда противник видит, что ты можешь атаковать его на расстоянии, его просто приводит в страх, в ужас. И есть такая поговорка, что, как же, лучшая защита – это нападение. Лучшая защита от врага – нападение. Когда у тебя есть все оружия защиты, все оружия защиты, очень хорошая мысль, все оружия защиты, мы можем рядом стоять и вот мечами сражаться. Когда у тебя есть копья, и когда у тебя есть вот эти длинные штуки, враг не может подойти к тебе близко. Ближний бой. Ближний бой. Сейчас, например, раньше войны были чисто нос к носу. Сейчас, когда, скажем, за два километра, война такая. Они говорят, мы стреляли куда-то туда. То есть, фактически, они обсыпают градом стрел, и этих всех близких бой не присутствует. И молитва защитит вас, чтобы кто-нибудь не подошел и так пум-пум-пум по башке не наскучал. Это очень сильная, очень хорошая, глубокая мысль. То есть, молитва не подпускает врага, чтобы он нанес тебе вред, нанес тебе поражение. Сто процентов. Вот это основная мысль, действительно. Потому что, когда христиане молятся, в духовном мире что-то происходит. Происходит. Мне всегда раздражало, не знаю, пастор, как тебе, когда вот есть такие мероприятия, называется молитвенный завтрак. Я был однажды. Это просто что-то такое. Мне подошли, и в Москве был молитвенный завтрак. И мне говорят, что ты думаешь? Я говорю, ну классно. Я говорю, ни завтрака, ни молитвы. Там, знаешь, они просто выступали, все выступают. Я говорю, а завтрак когда будет? Я говорю, хоть бы молитва была. 40 минут едят. Не, они выступали там полтора часа. А потом этот, какая-то там фуршетик был маленький. И они помолились перед фуршетом. И все. Это все было. Знаете, это неправильно. Я верю, что когда мы уделяем должное время молитве с Богом, общению. Здесь нету каких-то стандартов, пастор. Правда? Я не сторонник, чтобы сейчас человек оставил работу и 8 часов в день, каждый день молился. Молитва это то, что может нас сопровождать в течение всего дня. Когда мы просто молимся духом. Вот здесь очень важный такой акцент. Апостол Павел говорит, молитесь духом. Когда крещенный духом святым человеком просто делает свою работу. Или едет в машине. Или просто у него есть какая-то возможность. У нас на Украине часто люди ездят в маршрутках. И они говорят, мы не можем слушать этот шансон. Это развратные похотливые песни. Я говорю, купите себе плеер. Вставьте себе наушники в уши. И молитесь. Молитесь. Идете на работу. Бегаете на тренажере. Все еще угодно. Есть свободная минутка. Можете молиться духом. Потому что в этот момент вы назидаете свою веру внутри. Вы говорите тайны Богу. И это благословение быть крещенным духом святым. Потому что в этот момент мы соединяемся. Небеса соединяются с землей. Небо становится реальностью на земле. И когда мы молимся духом. Мы как бы сами недопонимая важности всех этих процессов. Мы тайно говорим Богу. Что-то в твоем организме не так. Какой-то орган хандрит. Еще что-то. Может быть ожидает в завтрашнем дне что ты не понимаешь. Но когда ты молишься. Бог балансирует нашу жизнь. Он благословляет. Он укрепляет твою веру. У тебя есть характер. Дерзновение. У тебя появляется мудрость. Которая сходит только свыше. И все это через молитву. Это единственный канал. Когда Бог может наполнить твое сердце. Своим присутствием. Своей славой. Своей мудростью. Слава Господу. Дорогие. Молиться. Это ключ к ведению стратегии. Это ключ к ведению войны. Если вы хотите добиться чего-то в жизни. Вам нужно освоить азы. Или освоить философию молитвенной жизни. Молитесь. И вы увидите победу. Аминь. Молитесь. Победа не приходит просто к людям, которые ожидают, что что-то произойдет. Нам необходимо... И бездействовать. Да. Знаете, я как бы... Конечно, я уважаю другие конфессии. Но однажды была встреча с другими конфессиями. И они сказали, давайте помолимся. Я говорю, ну давайте помолимся. Подумал, что все, давайте помолимся. И вдруг, когда они сказали, давайте помолимся, они склонили голову и замолчали. Стало так тихо в комнате. Я слышал про летающую муху. Слышал, там таракан полз и хрустели его ноги. Все молчали. Я вот так сидел. Смотрел по сторонам. Думал, что происходит. Они все вот так раз... Они не молились, они подумали. Молитвенно подумали. Мне было так интересно. Я как бы из категории тех, ну давайте молиться. Если сказали молиться, будем молиться. Если сказали есть, не будем нюхать. Давайте тогда будем есть. Если строить, не будем смотреть на стройку. Будем строить. То есть, ну, и вот... И когда я там стал шуметь, они так удивленно посмотрели. И это было очень удивительно. Знаешь, еще более того, некоторые американцы, когда хотят сказать нет тебе. Например, приехали одни американцы. И я говорю, вот это, вот это. И они говорят, вот это интересно. Я говорю, ну вы поможете вот в этом вопросе? Они сказали, we are going to pray about it. А я не понял. Они говорят, мы помолимся. Это значит, некоторые говорят, я буду об этом молиться. Это значит культурно сказать нет. А я-то не знал. Я говорю, будете молиться. Вау, слава Богу. Я говорю, everybody, все пойдемте. Давайте молиться с братьями. Халалюя, Господь, помоги им. У них прорыв. Они не слышат твоей воли. Чтобы они услышали. И они говорят, нет, нет, пастор, нет. Ну, если мы хотим сказать нет, мы в Америке говорим, будем молиться об этом. И как бы я потом подумал, как странно стало вдруг молитва. Если тебе хотят сказать нет, говорят, я буду об этом молиться. Значит, ответ, скорее всего, будет нет. Ну да. Это, конечно, очень, очень как бы странно выглядит. Но, знаете, хочу одно место Писания предложить нам всем. Это Исход 17 глава. Здесь потрясающий пример, когда израильский народ идет к обетованной земле. И знаете, что происходит? Их окружают враги. Враги это какие-то проблемы. Это то, что сегодня можно интерпретировать в современную жизнь. Это какие-то атаки, неприятели, которые не хотят, чтобы ты пришел в обетованную землю в своей жизни. И вот в Исходе 17 главе описана такая история. Когда они пришли, это 17 глава, 8 стих, пришли амаликитяне и начали воевать с израильтянами в Рефидиме. И Моисей сказал Иисусу Навину, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. А я завтра стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей, Аарон, Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, их тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны. И были руки подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Навин, амалико и народ его острием меча. Потрясающий пример из Ветхого Завета. Здесь происходит такая вещь. Они держат руки Моисея во время молитвы. Да. Зачем? Потому что это прообраз обращения молитвы к Богу. Когда Моисей говорит, в моей руке будет жезл Божий. Когда он поднимает руки. В этот момент что-то там на земле происходит. Он на холме, в долине сражения. Иисус Навин взял какой-то отряд воинов физически. Потому что действительно здесь важно понять, есть двухкомпонентность каких-то вещей. Есть, я всегда люблю приводить, когда человек говорит, что мне важно, работать или молиться. Потому что крайность есть, просто люди, кто-то молится, кто-то просто работает. Это как лодка с двумя веслами. Ты одно весло гребешь, это молитва. По кругу. И если ты только одним веслом, ты будешь ходить по кругу, 100%. Но если ты молишься и работаешь, молишься и работаешь, корабль твоей жизни продвигается вперед. Не просто работаешь без молитвы. Ты тоже зарабатываешь деньги, но дьявол у тебя их назад заберет. Одной рукой дает, второй рукой забирает. Здесь важен баланс. И вот то, что здесь описано в книге Исход. Иисус Снавин сражается. Он взял воинов, взял, я не знаю, какие-то, какое-то оружие. Хотя там, откуда военные, 430 лет, это были строители городов, кирпичи, солома. Ни одного квалифицированного профессионального воина. Но он взял какую-то группу людей и сражается. И в этот момент Моисеев, поднявший руки к небу, вместе с Ором и Оромой, как священники, совершает молитву за Израиль. И когда руки подняты, когда молитва идет, побеждает Израиль. А когда руки опускаются, побеждает Амалик. Так же самое в нашей жизни, друзья, дорогие братья и сестры. Не подумайте, что мы говорим о каких-то лишних вещах. Молитва это фундамент, на котором никогда нельзя экономить в жизни верующего человека. Вот Евгений и Людмила из Киева, сейчас я смотрю на экраны, вижу здесь, пишут. Должно всегда молиться и не унывать. Конечно. Луки, 18 глава, 1 стих. Пусть Бог поможет нам всегда молиться и не унывать. Вообще есть такое уныние, как во время молитвы происходят атаки. Когда одна женщина говорит, я страдаю бессонницей. Говорит, у меня просто, я просто не могу уснуть. Я говорю, что только не делаю, какие химикаты не употребляла. Я сказал, знаешь, есть секретное оружие. Она говорит, какое? Я говорю, начни читать Библию и молиться. Сон сразу же подкачет. Сон праведника. Да. Подойдет. Она говорит, почему? Она пришла, говорит, работает. Говорит, почему? Я говорю, знаешь, вот интересно, что дьявол не хочет, чтобы ты молилась. И всегда какое-то уныние или вот, знаешь, вот этот, мы когда смотрим, да, на чемпионаты, да, чемпион мира, там, бег, или там, на велосипедах, или еще на чем-то, они несутся вот так. И в конце там, вот он едет через этот, бежит через этот, we are the champion, my friend. То есть он вот эту линию разорвает, и все так, вау. Но никто не показывает 40 километров. Как ему досталось, это победа. Вот это, вот это, есть какого-то рода давление, которое происходит у человека, когда он начинает делать какие-то вещи в духовном мире. Сто процентов. Делая добро, да, неунываемо. Часто христиане унывают, потому что по их плану, по их схеме, после первого раза молитвы все должно произойти. И знаете, как нас учили в русской сказке, по щучьему велению, по моему хотению, там, то-то, то-то должно произойти. И когда это не происходит с первого раза, и когда это не происходит мгновенно, потому что иногда Бог, он затормаживает какие-то вещи, для нашего же блага. Потому что он испытывает твою и мою веру, твою и мое постоянство, твое и мое упобание. И золото огнем очищается, а не просто по-холодному уходят примеси. И когда не происходит с первого раза ответ, иногда приходит такое уныние и отчаяние, может, Бог меня слышит, может, ему нет дела до меня. Молитва. Господи, я молюсь тебе уже третий раз за 10 минут, и ты мне все еще не ответил на последнюю молитву. Многие хотят, вот, чтобы, знаешь, как в аппарат игральный, засовываешь монету и сразу же выиграешь. И от этого уныние приходит. Но не нужно унывать, не нужно разочаровываться. У Бога никаких нет проблем, чтобы ответить нам. Просто Он знает правильное время. То время, которое иногда проходит время, ты думаешь, Господи, спасибо тебе, что ты сразу не ответил на мои капризы. Потому что пришла ситуация, когда Господь просто все поставил на свои места, и воля Божья свершилась в жизни. Не во вред, а во благо тебе и мне. Вы знаете, еще раз хочу напомнить, что молитва, о чем мы говорим в этой передаче, она не только для прошения. Молитва – это не только просьба. Многие думают, что молитва – это и есть попрошайничество. Мы можем просить им прошения, есть такая форма. Но также можем еще ходатайствовать не о себе, а о ком-то другом. Мы можем сокрушать дьявола, мы можем приходить в Божье присутствие. Молитва очень многоградна. Она очень разная. Поэтому если вы думаете, что только просить – это ошибочное мнение. Молитва – это не только просить. Молитва – это доминировать. Молитва – это держать власть. Молитва – это фактически контролировать духовную атмосферу. Аминь, аминь, аминь. Все начинается с молитвы. И вы знаете, есть потрясающие свидетельства людей, например, в Южной Корее, христиане. Они с пяти утра перед работой приезжают в церковь для того, чтобы совершить молитву. Когда мы смотрим сегодня на пробуждение, которое там реально происходит, на изменения в экономике, в всех духовных моментах, потому что это еще 60 с небольшим лет назад была чисто буддистская страна. Сегодня там больше 50% людей отождествляют себя с христианством. И ты думаешь, откуда такое излияние Духа Святого? Откуда такой успех? И они объясняют очень просто. Они говорят, мы молимся. Мы благодаря молитве кто-то нашелся, стал в проломе за эту землю, начал ходатайствовать, начал взывать к Богу. Бог начинал отвечать и поднимать. И сегодня мы видим реально примеры. Самое интересное, что ученики Иисуса, пастор Максим, смотри, когда они видели этот потрясающий успех в жизни Иисуса, потому что больные исцеляются, хромые ходят, глухие слышат, чудеса происходят на каждом углу, они, знаете что, подошли и попросили, Иисус, научи нас молиться, потому что мы понимаем, что все, что происходит, результат твоих молитв. Чему они пришли к нему, научи нас молиться? Они наверняка знали, что Иисус много молится. Они видели, каждую ночь практически он шел на гору молиться. То есть плотный график, расписание, тысячи людей изматывает, но он держал приоритетные вещи. Я не знаю, я, наверное, не такой, не спать хочется ночью. Как Иисус там? Говорит, хотя бы час молитесь, час. Да, хотя бы час. Иисус обратился к ним, когда это в Герсамовском суду было, да? Хотя бы час помолитесь. Вы знаете, иногда смотришь и думаешь, ну как же это все происходит? Он поднялся на гору, там молится, и ночью молится, и в нем творит чудеса. И, а когда спать? Я и так вообще мало спать, уже сплю по 7 часов. Ты вообще сегодня, наверное, часов 5 спал, да? Ну, вот, ну, люди, ну, я не знаю, вот они приходят к Иисусу и говорят, научи нас молиться. Да. Потому что они понимали. И самое интересное, что после того, как он их научил молиться, и когда уже Иисус ушел на небеса, мы видим деяния, книга деяний. Очень интересно, что же делали ученики после теории? Третья глава написана. Иоанн и Петр шли вместе в час девятый. То есть у них было не сильно рано и не сильно поздно. В час девятый. В девятый час, я сейчас скажу, это сколько времени. Это три часа дня, да? В час девятый. Да, девятый час в три часа дня. Ну, не знаю. Да-да-да, если. Шли в храм на молитву. В три часа дня, дневная молитва. Дневная, видимо, молитва. И когда они увидели этого расслабленного человека возле храма, они помолились за него. Серебра, золота нет. Мы не можем тебя обогатить, но у нас есть нечто, что в нашей жизни присутствует благодаря молитве. Они провозгласили, и мы видим, как этот больной человек вскочил, стал здоровым. Вот это вдохновляет, когда Бог через молитву делает чудеса. Это прекрасно. Потрясающе. Когда мы говорим о молитве, мы говорим об энергии. Энергии Божьей силы, которая высвобождается через действия. Мы в прошлый раз говорили о Даниеле, который молился 21 день, и через 20 дней пришел ангел. Вы знаете, когда мы говорим о Корнилии, он тоже молитвенником был. И когда мы говорим о каких-то людях, которые получали ответ Анна, мы смотрим на молитвенную жизнь людей и понимаем, что в их жизни что-то происходит, когда они молятся. Молитва, она меняет их жизнь. Хотите, чтобы ваша жизнь поменялась? Начните молиться. Молиться. Поменяйте формат молитвы. Начните молиться по-другому. Не всякую молитву. Когда сказано всякую молитву, вот пастор Юрий, это значит, что используйте все виды молитв. Сто процентов. Помнишь, я говорил, как картофель. Его можно приготовить по-разному. Можно в бундирах, фри, печеное. Можно чипсы сделать. Чипсы, все что угодно. Поэтому здесь нету какой-то одной схемы, одного рецепта. Пробуйте. Ночные молитвы. Потрясающий эффект. Я говорил, что мы просто от Бога получили слово где-то еще два с половиной года назад. Молиться. На ночных молитвах. И церковь настолько вдохновлена была, что мы, ну, переполненный зал. Каждую пятницу ночная молитва, ночная молитва. И мы не знали, что пройдет какое-то время, у нас начнутся такие потрясения, связанные с Востоком Украины. Но, знаете, что я верю, что благодаря этим молитвам смерть как бы остановилась. И она не пришла к пределы нашего места, где мы совершали молитвы. Я верю в силу молитвы. Я верю. Это видел в своей жизни множество раз. Когда был болен, когда жизнь была настолько сложная и тяжелая, молитва делала чудеса. Молитва к Богу. Когда что происходит в вашей жизни, нужно принимать важные решения. Например, выбор колледжа, где учиться, или выбор института. Когда у вас выбор, на ком жениться. Когда у вас выбор, куда ехать, не ехать. Когда у вас вот в эти важные моменты, знаете, вот эти поворотные камни. Подошел Иван Царевич, камни написаны направо, налево, прямо. Вот эти поворотные камни, камни преткновения, где мы встречаемся с вопросами, в каком направлении нам жизнь держать. Здесь особо важно подойти к этому молитвенному. Не гадать, не сидеть, а что если так, просчитывать варианты. Если вы подходите к молитвенному, вы будете понимать ваш вариант. Если вы подходите логически, у вас будет смущение, и расстройство, и понос. Потому что вы будете думать, что же мне взять, что же мне взять, нервный стресс будет у вас. И из-за нервного стресса у вас будет постоянно. Поэтому подходите молитвенно. Аминь. Бог мира, Бог шалома даст вам понять ваш выбор, правильный выбор. 100%. В каком жилье жить, где мне? Расслабься и не парься. Расслабься и не парься. Многие не расслабляются и парятся. Мир Божий да пребудет. Не напрягайся, не напрягайся. Твое от тебя не уйдет. Бог тебе молится. Много может усиленная молитва праведного. Включайте молитвенную жизнь. Включайте молитвенную жизнь. Аминь. Друзья, знаете, когда-то мне в 90-х, когда я только стал верующим человеком, подарили такую наклейку. Я ее прямо на входной двери, на выходе с дома приклеил. Без молитвы не стартует. Знаете, это так помогало. Когда я рассуетился, забыл, то выходя из своего дома, смотрю, без молитвы не все. О, понял, все, спасибо, напоминаю. Пошел в молитвенную комнату, помолился и вернулся. Выходя уже, знаешь, ангелы тебя охраняют. Господь устраивает твой день, путь. И милость Господь сопровождает тебя на всех путях. Ну что ж, важные слова, важная тема. Дорогие, мы сегодня говорим о молитве. И сейчас пастор Юрий совершит молитву. Пастор, помоли за наших зрителей. С удовольствием, с удовольствием. Дорогие братья и сестры. Боими сестрами. Но я хочу, чтобы вы сейчас также подключились с нами в этой молитве. Потому что всю жизнь греться у чужого костра, это не воля Божья. Вам однажды самому надо развести этот костер и подбрасывать туда поленья, чтобы этот костер разгорался. Кстати, костер легче разжечь, когда несколько поленьев. Поэтому участвуйте в молитвенных собраниях. Аминь. Приходите на молитвенную служение. Так обидно, когда пасторя констатируют факт, говорит, мы похоронили молитвенное служение в церкви. Для меня это шок. Как? Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. Исаия 56, 7. Потрясающе. Молитва. Будем молиться, пастор. Аминь. Господь, мы благословляем наших дорогих братьев и сестер. Мы молимся сегодня о их жизни, о ситуациях, в которых они оказались. Боже, по милости своей, сделай все во славу Твою, по воле Твоей. Пусть больные исцелятся. Пусть прокаженные очистятся. Пусть слава Твоя придет в жизнь наших драгоценных братьев и сестер. По всему лицу. Во имя Иисуса Христа. Пусть Бог явит свою славу. По молитве святых небеса откроются, и Дух Божий сойдет на каждого из них. Прямо сейчас. Пусть исцеление придет в сердце. Имя Иисуса Христа. Пусть исцеление придет в почках, в печени, в легких. Прямо сейчас Бог совершит свою милость для этих людей. Мы молимся сегодня, чтобы церкви начали гореть по всему лицу земли. И чтобы люди не хоронили молитвенные собрания, а стали воистину воинами армии Духа Святого на этой земле. Я присоединяюсь к этой молитве, я провозглашаю благословение. Я говорю благословение. Именем Иисуса Христа. Да придет благословение на вас, на вашей жизни. Да придет благословение на ваши дома, на ваши семьи, на ваших детей. Во имя Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь. Да благословит тебя Господь. И сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем. Аминь. Сегодня с вами был Максим Максимов. Юрий Коновалов. Мы любим и благословляем. Спасибо за участие. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Всем зрителям телеканала СНЛ я хочу сказать, пусть Бог благословит вас принимать активное участие. Если вы являетесь нашим партнером и присылаете свои пожертвования, я говорю благословение над вами. Если вы хотите это сделать, сено.тв это правильное место, где вы можете это сделать прямо сейчас. Поддержите наше служение. Это был прямой эфир. Смотрите на ютюбе все мои прямые эфиры. Пусть Бог благословит вас. Ценю, дорожу каждому из вас. Встретимся завтра в прямом эфире на том же месте, в тот же час. Будьте благословены. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой ютюб канал Максим СНЛ и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok